Сложилась печальная практика, говорят сотрудники антимонопольной службы, что построить дом на своем участке выходит куда дешевле, чем присоединить его к электричеству, газу и другим коммуникациям. Стоимость технологического подключения к электрическим сетям дешевле тысяч рублей. Однако многие компании идут на разнообразные махинации и цена возрастает. Как бороться с этой ситуацией рассказали сотрудники регионального УФАС. Необходимо каким-то образом найти взаимоотношения с сетевой компанией. Если не получается, обращаться в антимонопольный орган, потому что именно антимонопольный орган – это организация, тот орган власти, который контролирует процесс технологического присоединения. Если есть нарушения, у нас есть определенные механизмы, чтобы эти нарушения устранить. За завышение цены компаниям грозит штраф до 300 тысяч рублей. А учитывая, что многие предприятия привлекаются повторно, то теперь им придется выплачивать до 600 тысяч, при том по каждому обращению. С 1 января 2019 года изменился порядок технологического присоединения объектов, расположенных на территории садоводческих, огороднических товариществ. Теперь при подаче документов нужно приложить к заявке справку с указанием количества и перечню участков садоводческих некоммерческих товариществ, с указанием данных владельцев, кадастровых номеров участков, а также данных об объемах, выделяемых на каждой из участков электрических мощностей. На публичном обсуждении подняли тему о расходовании денег в рамках реализации национальных проектов, чтобы они распределялись на равных условиях. Так, за прошедший период было рассмотрено две жалобы и организовано пять внеплановых проверок, по результатам которых выявлено четыре нарушения. Также на публичном обсуждении говорили и про реформу унитарных предприятий в рамках государственной политики по развитию конкуренции, которая заключается в минимальном воздействии на конкурентные рынки. Проблема заключается в том, что есть у нас рынки, которые полностью конкурентны. И вот создание на этих рынках или функционирование на этих рынках муниципальных и элементарных предприятий на конкурентных рынках создаёт этим предприятиям определённые преимущества. Понятно, что если учредителем этого предприятия является муниципалитет, то понятно, что уже априори ему созданы более благоприятные условия. Тогда ущемляются права негосударственных и немуниципальных предприятий. И для того, чтобы всех поставить в равном условии, вот поэтому и предлагается внести изменения в функционировании муниципальных и государственных коммунитарных предприятий. По словам Юрия Гребнева, законопроект, который даст толчок для развития конкуренции, то есть улучшения качества услуг, примут в 2020 году.